В Твери проходит второй этап выдачи продуктовых наборов для школьников, находящихся на дистанционном обучении. Крупы, молоко, сок, консервы. Что еще входит в сухой паек и как организована их передача родителям, рассказывает наш корреспондент. Вот с такими внушительными мешками уходят родители из школы. На этой неделе стартовал новый этап выдачи продуктовых наборов. Как и в первый раз, получить их могут мамы и папы детей с первого по четвертый класс и малообеспеченные семьи. Детям нравятся вкусняшки, которые сюда кладут, особенно сок. Когда у меня дети выпили сок, они вот так сидят и говорят, о, я наконец-то почувствовала вкус школы. Так что огромное спасибо. Наборы, конечно, отличаются. В школах для младших классов были предусмотрены завтраки и набор соответствующий. Молоко, сок, печенье, кукурузные хлопья. Дети из малообеспеченных семей получали еще и обеды. Поэтому в их наборе крупы, консервы. Но и про сладкое тоже не забыли. Каждый набор, он продуман, обоснован некоторыми параметрами. Мы обязаны соблюдать качественный подход к продуктам, поэтому требования достаточно высокие. И те продукты питания, которые попадают в наш продуктовый набор, они этим параметрам отвечают. Во время выдачи регулярно проводят дезинфекцию. Родители просят соблюдать график и сохранять дистанцию. Это позволяет избежать большого скопления людей. В школе номер 34 к задаче подошли творческие. Нарисовали следы как метки, на каком расстоянии друг от друга необходимо стоять. А в школе номер 53 задействовали все возможности, чтобы дистанцировать родителей. Выдаем мы эти наборы с четырех выходов. Кроме центрального входа у нас еще задействованы выходы, которые являются аварийными. Распределены они у нас там по параллелям. Продуктовые наборы рассчитаны на 12 дней. До конца апреля в соответствии с постановлением о дистанционном обучении. Графики выдачи наборов опубликованы на сайтах школ.